НЕФТЯНОЙ КОРОЛЬ РОССИИ Хотел бы передать вам первую нефть, забытую на 31-й скважину. Годовая зарплата руководителя самой прибыльной американской компании Apple кажется смешной в сравнении с тем, какой оклад себе с одобрения Путина назначил этот калиптократ, уверовавший в исключительность и безнаказанность кремлевского режима. Симкух – 8,7 миллионов долларов в год. Игорь Сечин из Роснефти – 13 миллионов долларов. Любитель вилл, яхт, бизнес-джетов, горных и морских курортов, а еще царской охоты. И все это за государственный счет. Проезжая вдоль нескончаемого забора, местный фермер Николай Степанович жалуется, охотхозяйство «Зубр» расположилось прямо на его земле. Каждую пятницу 3-4 вертолета нахуй. Бах-бах-бах. Зубр, а кто хозяин-то? Вот этот, я, насколько знаю, Роснефти хозяин. Так, как бы там, Ченин или как бы. Сечин. Сечин. Он управляет второй по величине компанией-производителем нефти в мире «Роснефть». Многие неофициально считают его вторым человеком в России после Путина. Добрый день. Хорошо выглядите очень. Да, вообще, очень симпатично. Во взаимоотношениях с Путиным, ну, в принципе, как и с любым человеком, попадающим на этот пост, главной валютой для его окружения является, как называют, доступ к телу. Сечин с первого дня прихода вместе с Путиным занялся монетизацией этих отношений. Сечин, как гендиректор государственного нефтяного гиганта «Роснефть», стал сказочно богат, благодаря беззаветной преданности главному вору и военному преступнику в Кремле. Он слишком низко сгибался, когда носил портфель Путина. Вот так, сгорбившись, все время за Путиным ходил и носил портфельчик. Доходы Сечина по меркам западных корпораций несоизмеримо больше прибыли, которую получает «Роснефть». Теперь давайте посмотрим прибыль. У «Роснефти» 6 миллиардов долларов, в то время как у «Эппл» 45 миллиардов. У «Роснефти» 71 миллиарда, капитализация же «Эппл» составляет 631,4 миллиарда долларов. Так было пять лет назад. Сейчас «Эппл» стоит уже больше 2 миллиардов долларов, в то время как акции «Роснефти» и других российских госкомпаний не торгуются на международных фондовых рынках из-за опасений обвала их котировок. Заведующий «Нефтью» Староскреповская Нахальхин был застенчивый работяга. Работал и испытывал стеснение. Особенно в средствах. А что, отец, убытки в компании есть? А вы и 8 миллиардов не убыток. Это еще кто? Новая партия старушек? Сироты. Рожи больно круглые. Так ведь круглые сироты. Тяжелое наследие царского режима. Нет, это наследие уже вашего времени. Сечин стал в путинской России над законом и за спиной человека номер один получил безграничную власть. Его интересы, они для Путина как-то особенно священные. Игорь Сечин снова не явился в суд по делу Улюкаева уже в четвертый раз. Глава Роснефти уехал в командировку в Рим. Пресса окрестила его Дартом Вейдером, западные дипломаты в Москве, стерым кардиналом Кремля. Владимир Владимирович, какая годовая зарплата у Игоря Ивановича Сечина? Зарплату Сечина не знаю. Но знаю, что сотрудники крупных компаний наших, конечно, получают очень солидные деньги. Сколько украл Сечин, назвать сложно. Это почти такая же тайна, как и богатство Путина. Официально нефтяной король России владеет только акциями Роснефти долей меньше 1% на сумму около 77 миллионов долларов. Но судя по открытым документам, сообщениям российских СМИ и оценке стоимости его яхт, Сечин – обладатель состояния в размере не менее 800 миллионов долларов. Да это круто! Да это тема! Залезь в бюджет без увлажняющего крема! И пусть миллиарды мы спустили в унитаз, что было вашим, то теперь у нас! Пусть кризис веснуется лютый! Пусть доллар хоть тысячу рублей! На наших счетах еще больше валюты, а в суммах все больше нулей! Главные активы Сечина – две самые дорогие яхты в мире, арестовали в марте 2022-го. Первая 163-метровая Crescent стоит 511 миллионов долларов. На судне две вертолетные площадки, выдвижной ангар, кинотеатр, слон красоты и бассейн. Вторая суперяхта – 85-метровая Amore Vero. До развода Сечина со второй женой Ольгой в 2017-м она называлась «Святая принцесса Ольга». Судно с бассейном, который трансформируется в вертолетную площадку, оценивают в 134 миллиона долларов. Страна дошла до такого состояния, когда, например, в городе Комсомольске-на-Амуре по улицам ездят трамваи, у которых нет пола в буквальном смысле слова. Комсомольский трамваи. Трамваи, которые к полу где-нибудь. Вокруг нищета. Уже десятки миллионов людей живут за чертой бедности. Но, конечно, нам же нужно оторвать последнее, чтобы накинуть Сечину 13 миллионов долларов, а то же ему на обслуживание яхты не хватает. Как именно разбогател Сечин? По одной из версий он воровал из огромных денежных потоков Роснефти, которые до нападения на Украину превышали 20 миллиардов долларов. По другой получает откаты от нефтетрейдеров, посредникам по поставкам нефти на международные рынки и сидит на проценте от всех прибыльных сделок с Роснефтью. У олигархов есть четыре способа богатеть, пишет Форбс. Первый присваивать активы, второй – самые распространенные откаты на госзакупках, третий – манипулировать ценными бумагами, четвертый – брать и не возвращать кредиты. Сечин, похоже, занимается всем понемногу, резюмирует издание. Куда это все тратится? Мы вам рассказывали недавно про исследование Рейтерс о том, как Сечин катается там по Мальдивам и Пальмам-де-Майоркам на корпоративном самолете, и все это оплачивается из бюджета Роснефти и входит в их издержки и уменьшает прибыль. Но вот генпрокуратура отказалась проверять Роснефть из-за расследования об этих покатушках на Мальдивы. Так кто же такой Сечин? Как и многие из ближайшего окружения Путина, он родился в Ленинграде в 1960 году в семье работников металлургического завода. Путь Сечина начинался здесь, на рабочей окраине Ленинграда, в хрущевке, на улице, названной в честь создателя комсомола Петра Смородина. Мать-одиночка воспитывает двух близняшек. Родители развелись, когда Игорь и его сестра Ирина еще были школьниками. Я бывала у них дома, это была совершенно нищая, можно сказать, семья. Тогда мы были очень бедны, все жили примерно так одинаково, но это тирана, так сказать, было видно, что людям просто есть нечего практически. Да, и я прекрасно понимаю, что для мамы это было великим счастьем и просто выходом из положения, то, что ее сын выбивается в люди. В 1977 году Сечин, по слухам, по линии КГБ поступил в Ленинградский университет по специальности преподаватель французского и португальского языков. Затем работал переводчиком в Анголии и Мозамбике, когда эти страны были охвачены гражданскими войнами. Он всегда был середнячком и, так сказать, на четверочку во всем. Понимаете, он не был умным, он не был заметным, он был никаким, он был абсолютно сереньким. Его, в общем-то, как я повторю, нормальные люди чурались, то есть с ним, конечно, просто неинтересно с ним было дружить. В 1988 году Сечин вернулся в Россию и устроился в исполком Ленсовета инструктором по внешнеэкономическим связям. Его работа совпала по времени с приходом в 1991-м Путина к мэру Санкт-Петербурга Собчаку, помощником по внешним связям. Путин и Сечин продвигались по службе, в 1996-м оба переехали в Москву, в управление делами тогдашнего президента России Ельцина. О чем здесь можно говорить? О какой клонности? Я с трудом себе представляю, какие там группы и группировки существуют, и не собираюсь этим заниматься. Кровопускание, так же, как и приток новой крови, это всегда полезный процесс. Когда Путин стал исполняющим обязанности президента, он назначил Сечина заместителем главы своей администрации. На бизнес-сцену Игорь Иванович вышел в 2003-м. Вместе с тогдашним президентом Роснефти он заключил сделку по покупке нефтяной компании «Северная нефть», имевшую богатые месторождения на российском севере. Тогда впервые российская государственная нефтяная компания приобрела частную. Через год Сечин становится председателем совета директоров Роснефти. Что мы здесь видим? Какой-то переводчик с португальского. Опыт работы комитета по внешним связям мэрии Петербурга, там, я не знаю, Петербургский порт или вот какие-то такие места. И вдруг он становится главой крупнейшей нефтяной компании публичной в мире. Ну, естественно, то есть вот очень много проблем, которые мы видим, это напрямую связано с непрофессионализмом. После этого начался сечинский отжим в промышленных масштабах лучших российских месторождений нефти, которые в 90-е поделили между собой олигархи. В начале 2003-го на встрече с Путиным нефтяной магнат Михаил Ходорковский поспорил перед телекамерами с президентом. Самый богатый на тот момент человек России с состоянием в 15 миллиардов долларов публично обвинил Кремль в коррупции и выразил недовольство покупкой северной нефти Роснефтью. Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов. Тогда только назначенный на Роснефть Сечин купил у бывшего замминистра финансов Вавилова нефтедобывающую компанию «Северная нефть» за 600 миллионов государственных долларов. Поскольку Вавилов предлагал свою компанию всем нефтяникам, то я знал ее настоящую цену. Нам предлагали ее купить за 200 миллионов долларов, и это была завышенная цена, и мы отказались. А тут еще на 400 миллионов долларов больше. И тогда я не понимал, что 400 миллионов долларов – откат лично для Путина. Понял уже потом по его реакции. Я возвращаю вам вашу шайбу. Этот диалог с Путиным дорого стоил Ходорковскому. Его на 10 лет посадили в тюрьму по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Миллиардер утратил контроль над нефтяной компанией «Юкос», которая в то время была одним из крупнейших производителей нефти в мире. Но за считанные месяцы обанкротилась. В 2007-м Роснефть по дешевке скупила большую часть активов «Юкоса». Добыча в Роснефти не растет. С месторождениями они не работают. Что, честно говоря, вся их стратегия развития основана на дальнейших поглощениях каких-то новых активов. В 2008-м Ходорковский заявил в газете «Санди Таймс», что дела против него сфабриковал «Сечин» в качестве предлога для рейдерского захвата «Юкос». «Сечин» был тогда связан с генпрокурором Владимиром Устиновым, который организовал атаку на «Юкос». Дочь Сечина Инга замужем за сыном Устинова Дмитрием. Он работает, кстати, достаточно исправно и весьма эффективно. Он эффективный менеджер оказался. Тем временем в 2012-м Роснефть приобрела российскую ТНК «БП» за 55 миллиардов долларов. Активы Роснефти росли, а с ними и состояние Сечина. Он покупает сразу две суперяхты общей стоимостью 645 миллионов долларов. И тратит 110 миллионов долларов на подмосковную недвижимость. В 2015-м Роснефть единственный раз опубликовала данные о зарплате Сечина. Около 13 миллионов долларов в год. Это случилось через месяц после того, как Путин на своей ежегодной телевизионной прямой линии сказал, что главы госкомпании должны раскрывать свои доходы. Что это вот за циферки такие бегут внизу? А это, друзья мои, счетчик того, сколько заработал Игорь Иванович Сечин за то время, пока вы смотрите это видео. Когда журнал «Форбс» написал о том, что Игорь Сечин назначил сам себе зарплату 50 миллионов долларов в год, наш герой через суд заставил их удалить эту информацию. По данным «Форбс», Сечин занял первую строку в рейдинге самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в стране. За разглашение этой зарплаты он подал на «Форбс» в суд за клевету. Но даже этих астрономических сумм явно не хватало на все роскошные яхты и дома Сечина. Даже не сколько доходы Сечина привлекли к нему внимание, сколько расходы. То есть это неоправданно. Это вот такой шик строительства барвихи вот этого гигантского дома. Вот я там подсчитывал по метражу. То есть дом в длину он больше, чем, по-моему, футбольное поле в Лужниках. Можно себе представить масштабы. И можно представить себе количество обслуги, которое должно протирать пыль в этом доме. Вот эти 4 гектара Сечина в Барвихе на Рублевке на самой дорогой земле в России. Этот участок стоит не меньше 3 миллиардов рублей. А 3,5 гектара по соседству принадлежат детям Инге, Ивану и Варваре. В итоге Сечин засекретил свое имущество в выписке Росреестра, чтобы журналисты не лезли куда не положено. А когда в 2016-м его кортеж врезался в Митсубиши-Лансер в центре Москвы, туда пригнали целый отряд полиции, чтобы посторонние не задавали лишних вопросов. Машина в сопроводе шла, начала бодаться, начала бодаться. По причине того, что бодалась на Кутузовском, а объехала в жопу гражданскому лицу. Чтобы вы понимали, по причине этих боданий, судя по всему, камеру, конечно, нам никто не даст. У нас стоит Мерседес 222-го кузова, тоже с разбитой жопой. Человека на Митсубиси не видно, пострадал он, не пострадал. Почему машина без номеров? Я откуда знаю. Что значит «я откуда знаю»? Ну как так? Вы представитель власти или вы погоны просто так одели? Все? У нас тут нету никого из представителей власти? Через некоторое время автор этого ролика, популярный автоблогер Эрик Давыдович, сел в тюрьму на 4 года по обвинению в мошенничестве. Борьбой с коррупцией нету никакой, вообще ее не существует, понятно? Ее не существует. Вот эти показательные выступления, этого задержали, этого, это цирк все. Про то, что в Мерседесе ехал Игорь Сечин, стало известно только через год после аварии. Тогда эту машину с мигалками заметили возле Кремля. Когда журналисты поинтересовались, на каком основании глава Роснефти пользуется спецсигналом, сначала пресс-секретарь Сечина Михаил Леонтьев послал их в то место, которое пострадало у Митсубиши Лансер в результате аварии. Затем направление уточнил и сам Сечин. Вы что предполагаете, что я могу на незаконных основаниях, на каких-то спецсредствах пользоваться? Конечно нет. А на каких основаниях? Я снять его не могу и не буду этого, и не обязан этого делать. Тем временем Роснефть продолжила поглощение. В 2016-м она выкупила у государства контрольный пакет нефтяной компании Башнефть за 5 миллиардов долларов. Ранее эти акции принадлежали миллиардеру Владимиру Евтушенкову и были конфискованы в 2014 году, когда бизнесмена арестовали по обвинению в отмывании денег при покупке Башнефти. По словам Ходорковского, Сечин стоял за экспроприацией Башнефти по той же схеме, которую использовал для захвата ЮКОСа. Евтушенкова помещают под домашний арест, где он проводит несколько месяцев. Тогда один шаг отделял его от судьбы Михаила Ходорковского. Помогла сговорчивость. Евтушенков отдал компанию без боя ни рубля. Из потраченных на Башнефть денег ему не вернули. Более того, этот отжим был с доплатой. Сечин в суде стал доказывать, что Евтушенков обесценил фактически подаренную ему Башнефть. Сечин подумал еще и решил пересчитать. Ущерб уже по нынешнему курсу получилось в итоге еще больше 170 миллиардов 600 миллионов рублей. В связи с покупкой Роснефтью Башнефти случилось еще одно странное дело, как называли его СМИ. Арест экс-министра экономразвития России Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки от Сечина. Невероятно даже представить себе, как министр Улюкаев приходит к главе Роснефти Сечину, ближайшему другу Путина, и говорит ему «Слушай, ты мне принеси 2 миллиона долларов в чемодане, а то я не дам положительное заключение о сделке с Башнефтью». Я в такую не верю ни на секунду, и ни один нормальный человек не может в это поверить. Причем я отдельно хочу отметить, что уж глава Роснефти Сечин точно является в 100 раз большим жуликом, чем Улюкаев. И даже смешно сравнивать состояние Улюкаева с яхтами-домами Сечина. Занимался арестом Улюкаева так называемый Сечинский спецназ, или 6-я служба управления собственной безопасностью ФСБ, у которой есть эксклюзивное право сажать министров и губернаторов. Эта служба была создана в 2004-м по инициативе Сечина, который курировал силовой блок в администрации президента. Начало деятельности Сечинского спецназа тесно связано с генералом ФСБ Олегом Фиокистовым, которого впоследствии обвиняли в связях с криминальным авторитетом Владимиром Тюриным, подозреваемым в организации убийства в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Фиокистов самолично отбирал сотрудников в Сечинский спецназ. В отличие от других управлений ФСБ, этим бойцам платят два оклада, а год военного стажа у них считается за полтора. Давай, давай, пошел, 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 пошел. На бумаге основными задачами Сечинского спецназа является сопровождение резонансных уголовных дел и защита свидетелей. Однако на практике сотрудники службы занимаются сбором компромата на высокопоставленных чиновников и представителей ближайшего окружения Путина. Шестая служба часто задерживает предпринимателей, с которыми сама же работает, и освобождает бизнесменов и членов их семей за выкуп. Главная же задача этого спецназа – борьба с теми, кого интересуют неслыханные богатства Сечина. В Москве сотрудники ФСБ пришли домой к главному редактору интернет-издания «Важные истории» Роману Анину. Пять лет назад героями его журналистского расследования стали глава Роснефти Игорь Сечин и его бывшая жена Ольга. Несмотря на то, что Сечин утопает в роскоши, финансовые сделки этого махинатора приводили Роснефть на грань банкротства, из-за чего ее приходилось спасать деньгами из Российского фонда национального благосостояния. Изначально целью этого фонда было пенсионное обеспечение россиян в длительной перспективе, а не спасение компаний коррумпированных чиновников. Сечину никогда не западло попросить у Путина новых денег из бюджета. 8 марта 2020-го Игорь Иванович сделал российским женщинам, а также заодно и мужчинам, еще один подарок. На фоне вызванного коронавирусом общего падения мировой экономики Россия отвергла предложение Саудовской Аравии сократить добычу нефти, хлопнув дверью в ОПЕК. Великие комбинаторы в Кремле решили, что цена на черное золото упадет до той отметки, когда ее добывать станет невыгодно в США. И так Россия избавится от одного из крупнейших игроков на рынке. Однако Саудовская Аравия нанесла России ответный удар и объявила о полном снятии ограничений с добычей нефти. Американские производители сланцевой нефти пережили это падение и остались на плаву. А вот курс рубля к доллару рухнул на 10%. Катастрофическое падение рубля стало первым событием жизненного правительства. Мишустин не осмеялся противостоять мудрым замыслам, и вот результат. Однако помогает Путин Сечину богатеть рекордными темпами не просто так. Финансовая связь между ними – дорога с двухсторонним движением. Роснефть внесла свою долю в строительство дворца Путина – роскошного поместья на берегу Черного моря под Геленджиком. В санкционном постановлении ЕС говорится, что Роснефть выделила средства на виноградники дворцового комплекса. Зарплату Сечина не знаю. Я, честно говоря, даже свою зарплату как бы так вот приносят, я их складываю и на счет отправляю. После введения санкций против России за вторжение в Украину Сечина рассказывает, что на фоне ареста российских золотовалютных резервов и экспроприации зарубежных активов Москва не создает препятствий для продолжения деятельности иностранных компаний. Забыл, Игорь Иванович упомянуть, что 20-процентная доля British Petroleum в Роснефти была отжата в марте 2022-го, что привело к убыткам BP в первом квартале в 24 миллиарда долларов. Кризис переживает ключевые отрасли европейской индустрии, металлургии, химическая, целлюлозно-бумажная, аграрная промышленность. Потенциальное сокращение выпуска оценивается в диапазоне от 20-ти до 45-ти процентов химической промышленности, до 36-ти металлургии. В Европе уже остановлено 70-ти процентов мощностей по привозку азотных удобрений, выпуска алюминия сокращено на 25%. Отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 19,5% европейского ВВП и около 16 миллионов рабочих мест. Хватит сопли жевать. Не берут нефть, будем торговать страхом. А разве мы его еще не потеряли? Новый нарисуем. Показать ракету всему свету. Пригрозить, что свет, живем со свету. И с собой поддержать планету. И Положска с неугомонными друзьями покатилась дальше, по наклонной, навстречу новым международным осложнениям. Сейчас западные санкции против коррумпированной российской верхушки и компании, которыми они руководят, продолжают набирать обороты. А Сечин застрял в России вдали от своих супер-яхт. В последний раз его видели за границей на экономическом форуме в итальянской Вероне в октябре 2021-го. И все же он должен будет выбраться в Европу. Сечина, как и других пособников путинского режима, давно ждут в международном трибунале в Гааге.